Там написано, как правильно надевать и шнуровать эти ботинки. Внимание, вопрос. О чем же говорится в восьмом пункте этой инструкции? Проверить, что все остальное сделано. Может быть, проверить, что там внутри ничего нет? Может, там описывается, какой правый, какой левый. Как определить правый, левый. Хорошо, это я запомнил. Проверить, как правый, левый. Использовать как оружие. Почистить. Чистить, помыть их. В смысле, правила мытья, правила чистки. Может быть, их ступик, с вымыть, что у нас гигиена была. Гигиена была, размеры, шконтами, носки, стельки и прочее. После размера отлично положится левый-правый. А потом девятый и там уже два. В смысле, понять, какой стих левый? Левый, как правый? Это относится к тому, как надевать. Левый, правда, это не может быть еще как правильно надевать. Это относится к тому, как надевать. Хорошо, не можем быть сдуваемый стих еще написано. Чтобы правильно соблюдали, чтобы они дольше служили. Первые восемь лучше, наверное. Первые семь. Потому что левый-правый видно, они такие же. Нет, но мне нравится, что ты военный, ты должен выучить. Все детально прописано, в том числе левый правый. Нет, ну проверить на мой. Мне Димкина больше. Мне Димкина больше. Прошу, прошу, прошу. Елизавета Авденко отвечает. Прошу, Елизавета. Мне кажется, что нужно проверить, выполнены ли первые семь пунктов, перед тем, как, собственно, надеть ботинки. То есть вот такой пункт. Да. А теперь, внимание, правильный ответ. Балаш, а кто-то все время кричал, мне нравится Димина версия. А Дмитрий что говорил? Ну, какой на левую ногу надеть, и какой на правую. А Дмитрий другое еще что говорил. Вот он говорил что-то интересное. Что-то там внутри он говорил. Проверить, но жаркий климат. Господа, жаркий климат. Обувь для жаркого климата. Закрытая, глубокая. Девятый пункт о том, как надевать ботинки. А что надо делать перед этим? Восьмой пункт гласит, перед тем, как надеть ботинки, необходимо проверить, нет ли в них змей, скорпионов, пауков или других опасных насекомых. Жаркий климат вы вообще не обсуждали. 2-0. 20 тысяч рублей от Пинбанка получит Андрей Горлин из Санкт-Петербурга. Поздравляем, Андрея. Третий раунд. Уважаемые телезрители, 13.nts.ru, наверное, вы уже запомнили. По этому адресу в интернете вы можете во время прямого эфира отправлять свои вопросы в 13-й сектор. А также в любое время суток вы можете отправлять вопросы по электронной почте на адрес вопрос собакатовоигра.ру либо по почте 127-427 Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Гоми. Против вас играет Анна Басак, город Гомель, Белоруссия. Госпожа Авдеенко. Да, господин Ильич. В произведении известного израильского писателя Миира Шалева есть эпизод, в котором учитель занимается с учеником и приговаривает. «Это не рояль, который нужно толкать. Это не камень, который нужно поднять. Это не воздушный шарик, который нужно держать. Это не слепой, которому нужно указывать дорогу». Внимание, вопрос. А кто же это? Толкать, поднимать, держать указать. Читатель? Что это? Ученик, читатель. А, это танцует. Учитель танцев. Партнершина. 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 Партнершина, мальчик. Очень хорошо. Что еще дальше, ясно это? Хорошо, фигурное катание. В Израиле. Это все равно партнершина. Что еще? Все равно партнершина. Держать не указали дорогу. На борьба может паралшина? На борьба. Докс, твой соперник в борьбе, а Айкидо? Его бросать не надо, поднимать не надо, надо же. Нет, ну толкать надо в борьбе. Что еще можно быть? Может быть, спорт, футбол, футболисты. Кто? Учитель, нам подобрали. Кстати, с борьбой хорошо тоже уложится все. Нет, ну а Айкидо. В борьбе надо толкать. Понимаешь, толкать надо по любому. Нет, в Айкидо не надо толкать. Партнер по любому. Что еще, ребят? Если хочешь указывать дорогу, тогда не может. Ты указываешь на оборудование. Что там не было? А поднимать не надо. Поднимать, держать, не нужно указывать. Не надо указывать. Кто же это? Отвечай, партнерша. Партнерша по танцам нормально. Кто отвечает, Балаш? Господин ведущий, мы считаем, я отвечаю, мы считаем, что это партнер или партнерша по танцам. А, по-моему, это вы придумали этот ответ. А у вас вообще после того, как вы женились, одни танцы на уме, что ли? Почему сразу танцы? Так не сразу появилось. Не сразу. А теперь, внимание, правильный ответ. Это не рояль, господин Косумов. Не камень. Не воздушный шарик. И не слепой. Это женщина. Так учитель объяснял ученику, как обходиться с партнершей во время танца. 2-1. Балаш Косумов лично приносит первое очко своей команде. В этом сезоне в Кубе «Что, где, когда» будут играть 5 из 6 команд, игравших в сезоне 2008 года. Три лучшие команды прошлого года примут участие в весенней серии. Это команды Балаша Косумова, Елены Потаниной. Добрый вечер. И Андрея Козлова. Но стоит кому-то из них оступиться, их места займут обновленные команды. Алексей Блинова. Добрый вечер, Алексей. И Олеся Мукина. Добрый вечер. Господин Борщевский. И вам добрый вечер. Скажите, что вы ждете от этого сезона? Он был не хуже, чем прошлогодний. А вам прошлогодний понравился? Да. А кто из команд, на ваш взгляд, фаворит в этом году? Сложный вопрос. Сложный вопрос. Думаю, что команда Козлова. У них такой драйв был в прошлом году, что думаю, что они фавориты. По настроению. Да. И зван Борщевский. А следующий год уже официально юбилейный. Вы собираетесь играть вообще? Ты свистни, себя не заставлю я ждать. Договорились. Четвертый раунд. Уважаемые абоненты МТС. Сегодня вы можете задавать личные вопросы одному из лидеров играющей команды Юлии Лазаревой. Ждем ваших смс-сообщений с вопросами на номер 777 с вашего телефона МТС. Напоминаю, что вопросы принимаются только во время прямого эфира. А сегодня у нас 4 апреля и московское время 23 часа 18 минут. Блиц, по-моему, да? Блиц. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы одержать победу, знатоки должны ответить на три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Против вас играет Анна Дегтярева из Владивостока. Посмотрите на экран. Анна просит вас назвать профессию людей, которые придумали эти изображения. Вот это Альберт Дюрер, да. Это художники. А что это за автографы? Дима, график или художник? Это они подписываются таким образом. А все остальные кто, господи? Точно, Дима, ты точно знаешь? Третий Дюрер я тоже знаю. Ну а что еще может быть? Хорошо, что профессия. График, вот, гравер. Гравер, да. Итак, кто отвечает? Дмитрий Авденьков. Прошу, Дмитрий. Ну, я узнал вместе с Мишей Скипским третий значок. Это так подписывался Альберт Дюрер, художник. Соответственно, все остальные тоже художники. Но все остальные это Леонардо да Винчи, Микеланджело, Дюрер, как вы правильно сказали, и Ван Дейк. Придумали изображение художника. Внимание, вопрос второй. Юнель Халилова из Москвы интересуется, кто из знаменитых художников часто заказывал на десерт финики? Дмитрий Авденько отвечает. Прошу, Дмитрий.